Всем привет! Сегодня будет видео о бальзамах для губ. Это, наверное, моя самая любимая категория средств в уходе за собой. У меня их достаточно много и в использовании, и в запасе, и расходуются они у меня быстро. Ну, в общем, давайте смотреть. Начнем мы с круглых баночек. Я такие баночки не очень люблю, потому что в баночку надо залезать пальцем, соответственно, руки предварительно помыть. Но иногда такие бальзамы покупаю. Вот этот биовоск для губ от российского бренда DNC. Это отличный продукт. У меня такой биовоск уже второй раз. Первый раз я уже не помню, какой был. Он представлен в двух или трех вариантах. Сейчас у меня Summer Kiss. И этот биовоск, он, знаете, может восстановить даже самые убитые губы. У меня осталось его уже, как вы видите, не так много. Это действительно такая жирненькая субстанция, напоминающая подтаявший воск. И им приятно пользоваться, на самом деле, и зимой, и летом. И зимой он губы восстанавливает, смягчает, питает. И летом, даже в жару, им все равно приятно пользоваться. Он не подтаивает больше, чем вот сейчас. Да, вы видите такой чуть подтаявший воск. Поэтому, в общем-то, для меня это всесезонный вариант, который отлично губы восстанавливает. Можно использовать как ночную маску для губ, если нанести слоем таким потолще. Продается, мне кажется, везде. На Озон, на Вайлберрис, в Подружке, не знаю, там и во всех других магазинах. Вот этот бальзам тоже, он идет в круглой баночке. Я видела его только на сайте Вайлберрис. Это у нас производитель Родники Сибири, очень мелко написано. И я возлагала на него большие надежды, потому что, видите, написано мята и лимон. Я и мяту люблю, и лимон. А уж такое сочетание, для меня это вообще прям было бы супер. Но бальзам меня разочаровал. Почему? Потому что он супер жесткий. Сейчас, в принципе, не холодно. Но, видите, я просто вот возюкаю его пальцем, чтобы набрать хотя бы какое-то количество. Руки у меня чистые, специально помыла перед съемкой. Видите, вот что-то набралось. Отнаношу на губы. И дает прям такое минимальное смягчение, увлажнение. Питания от него нет совсем. И на очень непродолжительное время. Единственное, здесь приятный нежный аромат. Да, чувствуется и лимон, и мята. Но и пользоваться им не очень удобно. И действия особого от него нет. Не знаю, может быть. Знаете, надеюсь, что летом в какую-то сильную жару он подтает. Им будет проще, комфортнее пользоваться. Вот такой симпатичный у меня олень. Это Эл Пикея, по-моему, да? Да, Эл Пикея. Это была зимняя лимитированная коллекция. Вообще от Эл Пикея много бальзамов. Вот в таких симпатичных детских дизайнах. Бальзам выглядит как вот такой шарик. Ну, у меня он уже использован, да, в какой-то степени. Приятный нежный аромат. Ваниль на какой-то, да, ваниль с чем-то. Но не кондитерская такая супер сладкая ваниль. А скорее, не знаю, какая-то ваниль парфюмерная, косметическая. Приятно пользоваться. Он хорошо наносится на губы. Дает смягчение, дает увлажнение. Ну, питания от него тоже особо нет. Ну, в принципе, знаете, вот легкий и для ребенка подойдет, и для взрослой женщины. Ну, приятный. Давайте немного все это подвинем, потому что нам с вами надо перейти к бальзамам в стиках. Их у меня больше всего. И, наверное, это самый удобный, ну, вообще для всех, да, вариант. Ну, по крайней мере, для меня точно. От польского бренда For Organic у меня бальзам. Так, он, по-моему, с персиком идет, да. Эти польские бальзамы есть в подружке, есть на Озон, ну, может быть, где-то еще. Мне кажется, эта марка сейчас достаточно широко уже представлена. Вообще, польскую косметику я люблю. Обычный вот такой бальзам, беловато-желтоватый. У меня, как вы видите, уже осталось немного, хотя я не так давно взяла его в использование. Мне он нравится. Приятный аромат персика, не химозный. Ну, конечно, это не натуральный персик, это персик косметический, но все равно очень приятный. Он хорошо губы питает, именно питает, смягчает. Все мне в нем нравится. Единственное, может быть, такой бальзам может подтаивать летом, но до лета он у меня 100% закончится. Вот такой достаточно простенький бальзам, БК, белорусская косметика. Я покупала три бальзама в наборе, два потом покажу оставших, и они у меня в запасах. Бальзам для губ питания и увлажнения. Этот идет с маслом авокадо и пантенолом. Не могу сказать, что это какой-то прям суперпитательный бальзам. Вот все, что у меня от него осталось. Приятный зеленоватый оттенок, он приятно нежно пахнет. По действию, знаете, вот обычный средненький бальзам. Легкое увлажнение, совсем какое-то легкое питание, небольшое смягчение на не очень продолжительное время. Ну, как бы, ну, обычный, да, без восторгов, но и пользоваться им вполне можно. Следующий бальзам я покупала на сайте Wildberries. Кстати, вот этот БК, белорусская косметика, тоже на Wildberries покупала. Вот этот я тоже покупала на сайте Wildberries. Это китайский, как вы видите по иероглифам, Беотуэ, Беотуэ называется, не знаю. Какой-то, знаете, из серии No Name, неизвестный китайский бальзам. Таких на Wildberries очень много. Стоил что-то в районе 100 рублей. Почему он меня заинтересовал? Их было представлено несколько. С ароматом лимона, клубники, персика. Я подумала, что я хочу бальзам с ароматом персика. Он, наверное, будет очень приятно пахнуть. Вот тут я ошиблась. Аромата нет практически никакого. Легкий-легкий какой-то, знаете, такой еле ощутимый, но приятный косметический аромат персика я вообще не чувствую. Вот этот бальзам отлично подойдет на лето. Он такой чуть-чуть, может быть, твердоватый, да, но при этом, когда вы касаетесь губ, он, в принципе, хорошо наносится на губы. Он смягчает, увлажняет, питания от него нет. Вот он 100% летом не будет подтаивать, даже в самую жару. Так что летом, ну, я и сейчас им пользуюсь, и летом, я думаю, он у меня закончится, так как буду им очень активно пользоваться. Вот этот бальзам я открыла не так давно. Я оставляла о нем отзывы в видео, что я недавно взяла в уход. Холли-полли, российский бренд. Фреш лайм. Думала, будет приятный аромат лайма. Из-за этого и купила. Вот так выглядит бальзам. Белый, видит, такой жирноватый. Он, кстати, вазелинистый. Когда наносите на губы, вот эта вазелинистость какое-то время чувствуется, что для меня не очень приятно. Для меня это бальзам все-таки скорее на холодное время года. Я думаю, что лето будет очень сильно подтаивать. Аромат меня разочаровал. Он пахнет неприятным косметическим лаймом, а лаймом, который можно бы было ожидать, не знаю, там, в средстве для мытья пола, или в средстве для мытья посуды. В общем, что-то такое совершенно химозное, очень сильное, очень резкое. Средненький бальзам. Этот доиспользую. Второй, который в запасе, покажу вам чуть позже. Я оставлю его на холодное время года. Один бальзам у меня в использовании, хотя он называется тинт, да, фруктовый тинт. Это просто бальзам с цветом. Производитель лаборатории Николь представлен на Азон, на Вайлдберрис, но дешевле всего его можно приобрести на аптечном сайте. Вот так он выглядит, видите? Как бы центр потемнее, и по краям он такой розовый. Он дает небольшой оттенок, сейчас вам покажу. Видите, совсем такой легкий. Если хотите оттенок поярче, поинтенсивнее, если вам слышно, у меня тут кот орет, помогает видео снимать. Его надо наслоить. Вот такой легкий оттенок, в принципе, все равно получается. Достаточно приятно пахнет, дает минимальное увлажнение и смягчение, ну вот просто минимальное, на очень непродолжительное время. Я ношу его в своем рюкзачке и использую просто, чтобы обновить макияж. Если я, не знаю, там на работе чай, например, попила, я не беру никогда с собой какие-то помады, да, то есть надо вспоминать, какой-то помадой накрасилась, брать ее в сумку, нет. Вот у меня всегда вот этот бальзам с цветом, им можно обновить любой макияж, и, в принципе, будет нормально, достойно смотреться. Кстати, видите, плохо почему-то стоит, здесь вот что-то мешается, да, нормально поставить. Вот он так вот у нас, как неваляшка будет. Еще один продукт, он не относится к бальзамам, я тоже недавно показывала и в покупках, и в новинках ухода, это сыворотка от Essence, содержит 10% масла персика, прекрасно ухаживающий продукт. Я сейчас использую как ночной уход, удобная кисточка, наношу на ночь, и утром губы такие очень приятные, как бы хорошо увлажненные и беспроблемные. Муж увидел, что я собираюсь снимать видео о бальзамах, что я все это достаю и приношу. Он говорит, ну мой, покажи, я говорю, что у тебя есть бальзам? Он говорит, да, смотрите, что принес. Ну, может быть, для кого-то будет полезная информация. У мужа, к сожалению, бывает простуда на губах, и он от этой простуды на губах пользуется мазью ацикловир. И он говорит, что вот этот момент, когда он понимает, что вот должна возникнуть эта простуда, его надо как бы поймать и прям в этот момент нанести мазь. Но держать мазь где-то, не знаю, на работе, носить с собой в сумке ему неудобно. И вот он как-то в аптеке увидел вот такую помаду, да. Производитель Косумет, насколько я понимаю, ацикловир 5% антигерпес. Вот так она выглядит, вот такая желтенькая. Пахнет она, кстати, не очень приятно, я ее понюхала. Но муж говорит, что она действует. Вот он носит ее в своей сумке. Вот если чувствует, что вот простуда сейчас готова вскочить, в общем, он тогда эту помаду наносит, да, на это место. Ну и потом, если она все-таки вскочила, то еще какое-то время пользуется. Так, и давайте посмотрим, что у меня в запасе. Как я уже вам говорила, вот этот бальзам я покупала в наборе. Здесь шли 3 бальзама. Вот этот с маслом авокадо и пантенолом. Также шел 5 масел гранат. Это сос восстановления. И вот такой пчелиный воск витамины А и Е. Интенсивная защита. Так, ну давайте мы их, наверное, к этому бальзаму, да, как-нибудь вот так поставим. Вот сюда на задний план. Я не знаю, насколько они питательные, но думаю, что они такие, знаете, вот средненькие. Наверное, может быть, осенью их открою. Я не думаю, что они очень хорошо для зимы, например, подойдут. Но думаю, что на осенний период как раз. Два бальзама у меня вот такие. Для меня это совершенно всесезонный такой продукт. Это бархатные губки. Бальзам для губ бюджетный, но на моих губах вполне себе неплохо работает. У меня было их очень много в запасе. Остался спелый банан и зеленое яблоко. Срок годности у них до декабря этого года, поэтому надо их будет, вот когда что-то из этого многообразия закончится, я возьму их в использование. Мне такими бальзамами приятно пользоваться и зимой, и летом. Ну, может быть, зимой, знаете, они чуть-чуть слабоваты, но вот до зимы мне их надо использовать, чтобы не закончился срок годности. Кстати, кому интересно, у меня еще ни один бальзам не испортился, хотя у меня их довольно много. Я все до конца срока годности успеваю использовать. У меня бальзамы очень быстро расходуются. Один бальзам Холли Полли, да, вот братец вот этого Фрешлайм. Это у нас сладкая мята. Почему я схватила два, еще не попробовав, потому что они были по очень выгодной цене, по 100 рублей, по-моему. Поэтому решила сразу два купить. Отзывы на них были неплохие. Ну, что делать, этот использую, наверное, уже зимой, потому что оказался бальзам вазеленистый. Кстати, может быть, я этот отложу пока до осени, потому что летом, мне кажется, будет очень сильно подтаивать. Еще у меня в запасе вот такой рыбий хвост. Вообще написано, что это блеск для губ от бренда Ice Cream. Но я посмотрела отзывы, посмотрела, как он выглядит. Это будет помада с цветом, бальзам с цветом. То есть он будет выглядеть вот как такой шарик, соответственно. Вот вы его здесь откроете. И будет вот такой же шарик, но шарик будет такого розоватого персикового оттенка. И будет давать, ну, что-то вот вроде вот такого, да, легкого-легкого оттенка. Поэтому я его пока поставила в запас. Когда у меня закончится вот этот сумочный вариант Fruit Tint, тогда я открою, соответственно, этот рыбий хвост. И он у меня пойдет в рюкзак вместо вот этого бальзама с цветом. Все. Вот такая у меня, в принципе, небольшая коллекция. Да нет, коллекции даже не назовешь. Вот такое у меня количество бальзамов в использовании и в запасе. Когда вижу что-то новое, обязательно покупаю. Потому что, повторюсь, это моя самая-самая любимая категория в уходе. К бальзамам я просто неравнодушна. Спасибо, что посмотрели мое видео. С удовольствием почитаю ваши комментарии. Всем пока!